Россия фактически подарила Индии 40 миллиардов долларов. Это первая часть визита Моди. Вторая часть визита заключается в том, что он пытался вернуть своих людей, индусов, которых хитростью, обманом набрали вооруженные силы России в качестве наемников. И, как вы понимаете, если в вашей армии прекрасно все с наемом новых людей, если там нет отбоя желающих, то вы не будете как-то обманом заманивать этих индусов, несчастных в свою армию. А помимо индусов есть еще эритреицы, конголезцы, непальцы, бог знает кто еще. То есть очевидно, что у России начинаются проблемы с людьми. Это по людям. По технике ситуация похожая. Вооруженные силы России сейчас теряют огромное количество техники в наступательных операциях. Чтобы убедиться в справедливости моих слов, достаточно посмотреть телеграм-канал любой украинской бригады, которая активно работает на линии фронта. Они сжигают эти танки, БТР, БМП, МТЛБ пачками. Ну и в конце концов, сейчас российские многие военные пересаживаются на мотоциклы, на какие-то странные машинки-багги, еще на что-то, чуть ли не на лошадях и на ослах идут в атаку. И это, естественно, не от хорошей жизни, потому что если бы любой нормальный военный, конечно, поедет скорее в атаку на танки, чем на мотоцикле, потому что шансов выжить все-таки, наверное, побольше, если ты внутри танка сидишь. В общем, почему так происходит? Почему пересаживаются на мотоциклы? Дело в том, что советские запасы военной техники заканчиваются. Новые взять негде эту технику. Производится она, конечно, но темпы ее производства совершенно неадекватны. Количество техники, сжигаемой ежедневно на фронте. Техника заканчивается. Отдельная история по артиллерии, как буксируемой, так и самоходной. Российские артиллерийские установки, они менее дальнобойные, чем украинские. В силу того, что там у них и калибр меньше и так далее. В общем, они чаще попадают под украинские удары, чем украинская артиллерия под удары российские. То есть контрбатарейная борьба у Украины гораздо более эффективна, чем у России. Поэтому расход артиллерийских установок в России тоже довольно большой. А новую брать пушки негде, потому что в России нет оборудования для изготовления высококачественных стволов. Там самое сложное оказывается в каждой пушке это сделать ей ствол. И вот он должен быть как бы монолитный, чтобы его не разорвало во время выстрела. И вот эти стволы делать очень тяжело, нужно там какое-то специализированное оборудование, его нет. Поэтому, собственно, возникает проблема с артиллерией. Плюс северокорейские снаряды, которые сейчас стали мемом внутри самой России. Эти снаряды очень низкого качества, они часто взрываются внутри пушки, то есть они не долетают до цели. И от этих снарядов гибнет уже столько же российских артиллеристов, сколько от украинских дронов. То есть в 25-м году российскую артиллерию ждет очень серьезный кризис. Без артиллерии воевать, как вы понимаете, будет очень тяжело, если вообще возможно. Но взять новую артиллерию, по сути дела, будет негде. Ну и насчет комплексов ПВО надо сказать отдельно. Это моя любимая тема. Я много раз уже говорил, что судя по, опять же, событиям на фронте, Украина устроила настоящую охоту за российскими комплексами ПВО. И вот тут я приведу слова одного из российских З-Военкоров. Он пишет, в Крыму каждую неделю нам выкашивают одну-две системы ПВО. Нет, это не военная тайна, потому что противник об этом ой как хорошо осведомлен. Имеется в виду Украина хорошо осведомлена. Да, среди выбывающих систем доминируют старые, но вопрос в другом. Мы не тянем таких темпов технического замещения. И когда вдруг внезапно для высших руководителей дефицит ПВО станет критическим, практически вся военная инфраструктура будет просто обнулена. Я предполагаю, имеется в виду обнулена самолетами. И это произойдет с колоссальными потерями и прочими прелестями. Конец цитаты. Тут, собственно, та же самая проблема у россиян. Когда советские запасы ПВО закончатся, украинская авиация под прикрытием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, как своих, так и натовских, видимо, полностью сможет демилитаризовать Крым и Херсонскую область. То есть она произведет с Россией ту самую операцию, которую Россия намеревалась провести с Украиной. Ну а потери Крыма, как вы понимаете, это, наверное, самое болезненное, что может быть для Кремля в ходе этой войны, кроме, собственно, убийства самого Путина. И, скорее всего, вот эта потеря Крыма будет, на мой взгляд, выглядеть чем-то наиболее приближенным к украинской победе в войне и к российскому поражению в этой войне. То есть, смотрите, при сохранении существующих тенденций, вот если взять все то, о чем я говорил, к середине 2025 года Россия войдет в, ну, подойдет к середине 2025 года с разобранной инфраструктурой. Электросети, НПЗ, нефтебазы, все это будет либо сожжено, либо взорвано, либо в разобранном состоянии. Подстанции будут уничтожены, НПЗ. Вот, кстати, я до сих пор считаю, что разумной целью для Украины и вполне достижимой было бы там, ну, не знаю, если не полное уничтожение, то хотя бы сокращение на 50% работоспособности российских, мощностей российской нефтепереработки на европейской территории РФ к Новому году. Я думаю, если Украина задалась бы такой целью и осуществила, то есть реализовала бы эту цель, это было бы очень-очень хорошо. То есть, в 2025 году, к середине, к концу 2025 года в России будет в значительной степени разрушена электрическая инфраструктура, нефтепереработка, начнутся перебои с света, там и бензином. На фронте будет ощущаться нехватка техники, нехватка артиллерии, нехватка систем ПВО, из-за чего вооруженные силы Украины с помощью своих самолетов будут бомбить все, что шевелится. Нехватка людей будет ощущаться очень серьезно, потому что, вот видите, уже даже индусов на рендер-моде забрал к себе обратно в Индию. Причем Россия, российская военная мысль развивается не так, как украинская. В Украине многие, не все, конечно, но очень многие военные специальности сейчас заменяются дронами. И идет целенаправленное развитие украинской армии в направлении повышения ее роботизированности. То есть, роботизация украинской армии становится все выше и выше. То есть, на каких-то должностях нужно меньше людей и больше роботов используется. В России люди существенно дешевле, чем роботы, поэтому Россия так не развивается. И поэтому, когда будет ощущаться нехватка людей, то она будет ощущаться во всем, по всему периметру. Ну и так далее. То есть, ресурсы российские истощаются. Но как же деньги, скажете? Вы, у России еще много денег и много нефти, которую она продает. Тут, на самом деле, тоже все не слава богу. Через две недели в России состоится заседание правления Центрального банка, на котором, как ожидается, ключевую ставку поднимут с 16 до 17 или даже 18%. Я об этом уже давно говорил, что я не сомневаюсь, что эта ставка будет поднята. Что это означает? Это будет означать медленное, а может даже быстрое умирание всей невоенной экономики, то есть той экономики, которую они получают напрямую вливание из бюджета государственного. Такая экономика не может работать в условиях ставки ключевой в 18%, а также санкций. То есть, если бы была только ставка или только санкции, это можно было. Но когда и то, и другое, нет, нельзя. Оно не работает, экономика не бывает. Оно начнет умирать. Вся российская экономика, не военная, начнет умирать. Потому что вот сейчас, наконец, начинает в экономике происходить все то, о чем многие экономисты говорили, что оно должно было случиться в самом начале войны, полномасштабной, но тогда Запад не стал вводить санкции, поэтому Россия выкрутилась. А вот сейчас, когда санкции начали работать, то все очень-очень начинает плохо становиться для российской экономики. Для того, чтобы спасти ситуацию, им, конечно, нужно сокращать военные расходы, но эти расходы будут увеличивать. Почему? Потому что, как я сказал, на фронте все больше и больше дефицит всего. Для того, чтобы этот дефицит убрать, чтобы насытить фронт всем необходимым, будут военные расходы увеличивать и не сокращать. Соответственно, из-за всего этого инфляция в России оторвется от земли и улетит в космос. Она уже сейчас больше 0,6% в неделю. Это гигантский показатель. В нормально развивающейся экономике таких цифр быть не может. Это значит, что экономика тяжело больна. Она уже ее колбасит при смерти. Китай, Турция, Эмираты, сейчас все страны, через которые шел серый так называемый импорт, потихонечку закрывают свои рынки для импорта в Россию. И любая мелочь через некоторое время в России будет в дефиците. Точнее, ее будет так. Ее достать-то можно будет, но ее сложно будет привезти. Дорого будет ее где-то найти и привезти в Россию. И она эта мелочь будет стоить огромных денег просто из-за того, что инфляция высокая. Почему сложно привезти? Ну, вот потому что за нее, за все, что угодно России уже сейчас очень сложно заплатить иностранному контрагенту. Китай, вон, закрывает все расчеты с Российской Федерации. С августа может даже прекратиться торговля юанями на московской фондовой бирже. Дело в том, что американские санкции, они будут, то есть они были наложены, по-моему, 6 июня, а не 12, в день России, да. 12 июня они были наложены, и там два месяца, значит, такой период, когда можно эти санкции не соблюдать, а через два месяца все контракты должны быть закрыты и должно начаться полное соблюдение санкций. То есть 12 августа, 13, наверное, августа, все банки, все финансовые организации мира должны прекратить общение с российскими подсанкционными всякими организациями. В том числе с этой самой московской фондовой биржей. Если китайские банки будут продолжать с ней дальше общение, то санкции американские будут наложены уже на них. Как вы понимаете, китайцам американские санкции нафиг не нужны, поэтому, скорее всего, они перестанут сотрудничать с Мосбиржей, и это приведет к тому, что торги юанями в России прекратятся. То есть Россия лишится возможности устанавливать хоть какой-то курс любой какой-то валюты. То есть кроме административного курса никакого рыночного курса больше не будет. То есть идет сейчас, по сути дела, отрезание России от всей финансовой системы мировой, даже от юаней. Ну, там, конечно, сейчас уже члены правительства даже российского говорят, что надо вводить криптовалюты, надо как-то так это решать вопросы. Но иностранцы не хотят этим заниматься, потому что им нафиг не надо, у них будут проблемы с собственными фискальными органами, если они будут ввести расчеты в криптовалютах. Поэтому транзакции, любые транзакции в Россию, из России будут намного дороже проводить, потому что они будут идти через целую цепочку посредников, за которыми, опять же, будут охотиться американцы. То есть сейчас складывается идеальный шторм для российской экономики, когда один негативный фактор тащит за собой другой, и все они усиливают друг друга и влекут за собой третий какой-нибудь еще более мощный негативный фактор. Это вообще похожая ситуация на штопор, такая нисходящая спираль, из которой нет вообще никакого выхода, пока Владимир Путин находится у власти. Российская экономика очень тяжело больна. Она сейчас симулирует здоровье, но это, знаете, как человек, который от гангрена умирает, ему на эту гангрену наложили большой толстый слой грима. Но грим этот не поможет вылечить гангрену. И температура, собственно, мы можем сказать, что ключевая ставка российского центробанка, это как температура. Она сейчас уже огромная, она гигантская, то есть этот самый больной уже при смерти находится, по сути дела. Но пока еще вот из-за грима, большого толстого слоя грима, выглядит более-менее нормально. 25-й год для России станет годом огромной инфляции, дикой нехватки людей, инвестиций, годом разорения всего невоенного бизнеса, годом дефицита самых простых вещей и общего коллапса. Это надо сказать, что США и Европа только-только начали запускать серьезные санкции, еще, я думаю, они будут дальше усиливаться существенно. Потому что два года они вообще нифига, по сути дела, в области санкций не делали, сейчас только начинают. И назад они это откручивать не будут. То есть через полгода-год Россия будет уже полностью отрезана от финансового мира. И эта тенденция, как бы сказать, ничего хорошего не придет. Сейчас уже Россия не может занимать деньги под какой-то вменяемый процент ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Инвесторы не верят в возможность как-то российского правительства выкрутиться. Все уже полагают, что скоро эта халабуда накроется медным тазом. Но инфраструктура рушится, как я сказал, на фронте нехватка всего. И финансовая система превращается в пепел. Вот эти все эти векторы, о которых я сегодня говорил, они сходятся в одну какую-то прекрасную сияющую точку где-то во второй половине 2025 года. Ну, можете считать меня излишне оптимистичным, что я типа там какие-то выдумываю, слишком радужные даем прогнозы. Но мне кажется, что вот где-то во второй половине, может быть, летом 2025 года, когда все это произойдет, здесь и инфляция начнется, гиперинфляция, и вот эти финансовые проблемы, и на войне наступит на фронте серьезный кризис. Я думаю, в этот момент Россия и проиграет войну. Поэтому, я думаю, что не я один понимаю, и многие люди внутри самой России это понимают, и, возможно, даже сам Владимир Путин это понимает. Поэтому ему сейчас нужно было очень, чем дальше, тем сильнее будет, нужна будет передышка для того, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. И пока его армия еще что-то может, пока его ракеты, пока ракеты у него есть, пока они летают, вот он будет стараться сейчас изо всех сил просто. Последние еще несколько месяцев он будет отчаянно просто бить по Украине всем, чем у него есть. И вот эти наступательные действия с помощью эритрейцев и коллег, которых там набирают, и будут пытаться защищать НПЗ, и будут бить ракетами по украинским больницам и роддомам, как раз для того, чтобы сломить волю их сопротивления. Сейчас он понимает, что если сейчас Украина не сломается, то в 25-м году ему кирдык, ему хана. И поэтому он, собственно, именно сейчас выступил со своим, так называемым, мирным предложением. Помните, когда он сказал, что Украина должна уйти из Запорожской, Херсонской областей, Луганской, Донецкой области, из Крыма. И тогда он смог бы пойти на какие-то переговоры. Но я думаю, что его требования сейчас будут звучать все громче и громче, в том числе и через Орбана, и по-всякому инакшему. То есть нам следует чего-то этого ждать и не поддаваться. Вот на этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Да пребудет с вами сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.